В 20-й городской больнице после капитального ремонта открылись два отделения. Кардиологическое и гастроэнтерологическое. Ежегодно в них проходят лечения больше тысячи пациентов. Как же преобразилась больница и какие изменения ей еще предстоят, расскажет Олеся Рожкова. Это первый хороший ремонт. Сколько площади, какие. Заведующая приемным отделением 20-й больницы Лариса Печковская не нарадуется. 300 квадратных метров заметно преобразились. Хотя, казалось бы, ремонт сделали только косметический. У нас были очень старые окна. У нас не было дверей. У нас были старые батареи, которые текли и не грели. Больным было холодно. Ну, не говоря уже о персонале, это второе как бы, да. Сейчас все новое. Ежедневно в отделение поступает 50-60 человек. В год через кардиологию проходит больше 30 тысяч людей. Если здесь уже принимают пациентов, то в гастроэнтерологии коридоры пока пусты. Но перемены разительны. Вот так выглядит палата после ремонта. Пластиковые окна, плитка на стенах, холодильник. Одним словом, евроремонт. А вот так выглядит палата, до которой ремонт еще не дошел. Картина налицо. Лампочки, розетки и самое яркое пятно – батарея. 20-я больница – это не только лечебное учреждение. Это и практическая площадка для подготовки будущих медиков. Здесь проходит практику студенты 10 кафедр медицинской академии. Модернизация была выделена за большое количество средств. И мы провели ремонты в нашей больнице. И было приведено оборудование. Но не всегда, не все сделано. И тут благотворительно выступила Ванкорнефть. Провела благотворительное мероприятие. Выделила нам средства для проведения ремонта. Всего на капитальный ремонт двух отделений кардиологии и гастроэнтерологии и замену оборудования компания Ванкорнефть выделила в прошлом году 18 миллионов рублей. Все в рамках долгосрочной благотворительной программы, реализуемой на территории Красноярского края. Приятно то, что Ванкорнефть – социально ориентированная компания в данном случае. Деньги, целевое направление обеспечивается в 100% варианте. Потому что кроме руководства больницы и спонсоры смотрят, контролируют и участвуют во всех процессах. Особое внимание уделяется коренным малочисленным народам Севера, проживающим в Турханском районе. Там два года назад впервые организовали выездную бригаду врачей. Вообще, в прошлом году на благотворительность компания выделила 147 миллионов рублей. И на достигнутом нефтянике останавливаться не намерены. Олеся Рожкова, Максим Чупин, 7 канал, Новости 24.